В подвале дома номер 7 по улице Тружбы, рассказывают жители, проходят трассы теплосети. А прямо над ней проложены трубы канализации. Отсюда и постоянный пар с запахом канализации, который поднимается из окон подвала. В пятницу включили отопление. Заметили, что в подвале хлещет просто потоп воды горячий. Пар. Позвонили через администрацию с горем пополам. Сообщили, что у нас тут заливает, потому что до них было не дозвониться, у них телефон недоступен. Они нам перекрыли воду и все на этом. Отключили отопление. С горем пополам начали дозваниваться. Почему полдома отапливается, а мы сидим мерзнем? Выяснили этот вопрос. Приехали, вчера в 8 вечера включили. А теперь, пожалуйста, снимайте подвал, что там происходит. Летом, когда нет отопления, тоже легче жить не становится, рассказывают жители. Из-за постоянной влажности их атакуют тучи комаров и муравьев. Обслуживает дом Мособлэксплуатация. Жители написали несколько обращений с просьбой решить проблему в подвале. Однако коммунальщики, жалуются местные, пока не предпринимают никаких действий. Я живу на первом этаже. Я не могу открыть ни форточку, ничего. Я вот прямо у меня вот это вот, как это называется, окошечко, что ли? Да, из подвала. Из подвала, это же что-то с чем-то. Это раз, теперь насчет отопления. Вот говорят, дали, дали. Нет, не дали. Вот по этой стороне на кухне в одной комнате есть, а на той стороне нет. У меня белье прям аж влажное все. И у меня там двое детей. Двое. А одна уже бабушка горлышко болит. Это только на... Ну что это такое? Ребята, мы деньги платим. А почему вы так к нам по-хамски относитесь? Эта проблема преследует жителей последние 10 лет. От неприятного запаха и постоянной влажности особенно страдают жители первого этажа. Но тем, кто живет на верхнем этаже, тоже приходится трудно. Вонище в подъезде не пройти. Сырость. Вы зайдите, снимите наш подъезд, какой он убогий у нас. Мы живем. А мы платим деньги вообще-то. Пусть они нам сделают тогда тысячу за квартиру. Или вообще мы не будем платить. Хочется надеяться, что коммунальные службы эту проблему все-таки решат. И жители дома номер 7 по улице Дружбы смогут наконец сдохнуть свободно. Ирина Самойлова, Илья Рещиков, Кирилл Пелюгаев. День города.